Всем привет дорогие зрители и подписчики моего канала, с вами снова Катя, мы продолжаем проходить Dragon Age Origins, и в прошлой серии, изрядно пошатавшись по коридорам этого разрушенного храма Андраста, мы таки нашли ключ от этой двери, и нас там уже ждут ребята, да, вон они там уже, уже нас ждут. Все, и по-на-мать-ву, посмотрите, духи права, супер вообще, сдохни, так, ах ты гадина такая, я тебя сейчас убью, ты сейчас у меня получишь морды такой, да, вообще офигел, что я, не-не-не-не, так-то, еще один, так, остальные где-то там за дверью, так, тут никто блестеть не собирается, да, вроде бы нет, я, жаровня, кстати, которую мы, наверное, сейчас можем зажать, да, только я не знаю, зачем это нужно, так, здесь у нас ничего нету, да, чтобы полутать, однако это были, наверное, какие-то картины сожженные, я тут даже могу разглядеть очертания какой-то женщины, ну, смутная, ладно, тоже нету какой-то человек, господи, что происходит, сейчас, подождите, жаровню, да, 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 сейчас, надо же посмотреть, что тут ничего больше, нигде нет, ну давайте зажжем новый текст из кодекса святая жаровня вау вау прикольно и чё тут теперь горит свет ну клёво и однако ну ладно потом прочитаем записи с кодекса погодим чё там да как а ой ловушка ой я просто вообще пришла такая и пошла вот какого хрена она стоит скажите мне сказала я атаковать нет у нас стоит куда ты пошел господи пока с этим разбиралась уже ребята всех остальных завалить успели ох боже мой все у нас не слава богу с вами ребята так ты у нас тут блестить уже не будешь так давайте хоть одну ловушку ловушку обезвредим только зачем это уже нужно ловушка капкан еще одна ну давайте лишний опыт за нее получим так еще одна ловушка капкан давайте кстати сколько там уже до следующего уровня понятно ладно еще не очень скоро хорошо так чё это у нас такое тут какой-то ох господи вывезло но валима ребята по вылезали блин по вылезали на хрен пошел ухты но ах ты женщина такая стеревозно ну-ка сдохнет вот так то ребята ребята это вот это вот завалить вот это вот нечто несчастное сдохнет так отлично куда мне надо а тут по моему можно в любую в любую сторону пойти все равно по вот этим вот лестнице надо будет потом подняться так ладно хорошо он там блестеть не начал нет не начал сундуки 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 древние эльфийские перчатки пластинчатые перчатки зачем афиг его знает такая дыра в стене жизнь так ладно что тут у нас все плохо да так маг вот так вот теперь вот так вот все что ты промахиваешься 3 просто не посмотрите на промахиваешь жесть а это вот это руна дак из-за которой я промахиваюсь так что у нас еще есть все блестят будет сделано деньжатки 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 так еще один маг и демоны так черно совлазе кожаные перчатки то вы достали же сами перчатками ребята так если мог кембе бомбы сделать до могу сделать одну замораживающую могу сделать бутыль с кислотой а давайте мне бы огненных кристаллов немножко хочу себе огненную бомбу так целебная припарка но в принципе пока не надо давайте малую аптечку одной сделаем почему бы да ну и две две припарки все отлично этого будет достаточно и погнали дальше так драться придется быстро стоп и стоп и давайте растяжку обезвредим все я пошла высула оглушила меня такие вот так понял понял как со мной связываться ты что это что такое это украшение такое а походу да я подумала что там уж текстуру поролись было бы забавно ну ладно так малый природный бальзам нахрена нам не надо вообще правильно не зачем она мне не надо логово вирмлинга что кто такой этот вирмлинг я вообще не знаю вы знаете я нет надо было в лагере еще вин сказать чтобы она собой чай чаю захватила термос хотя бы небольшой кстати а чая давайте-то ой чай господи да хорошо что я его приготовила перечень с бегемотом так ладно продолжаем чай это святой ребята но потом обязательно наверно когда бы возвращаться мы пойдем вот сюда направо и убьем тех кто там находится так какие-то пещеры уже начинаются сектант надзиратель что так и его неплохо сработает отлично такие статуи интересную так что у тебя есть все деньги мани 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 я люблю почему-то эту песню напевать о паутина господи ненавижу паутина наверняка пауки будут и звуки да все значит все это придется ты по-моему не особо страдаешь от того что тебе приходится убивать людей не людей и всяких разных существ так что же тут у нас такое ничего завал господи что за странные звуки вы издаете люди так так давайте еще одну на бутылке вот так так стопы угу вот и все легко и непринужденно о бутыль с кислотой спасибо я не думала что она у него окажется тут забавно да ребята разойдитесь о господи куда я вообще иду а какие страшные места ой надо сесть поудобнее а то ноутбук начинает нагреваться и будет очень плохо если он знаете ли на середине серии просто возьмет отключиться от перегрева такой скажет что то я слишком горяч для тебя до свидания это будет очень печально что это ловушка ага ща дитя наше дракона однако вот они любят со спины подходить к тебе дитя наше мне нравится я ну они по крайней мере не блестят ладно вообще на самом деле это далеко не последние не последние твари которых мы с вами здесь встретим здесь на горе будет сидеть здоровенный высший дракон которого мы с вами постараемся ребят завалить я бы не сказала что он будет на нас как-то агриться мы его специально на бой вызовем вот и это будет единственный дракон кроме собственно архидемона которого мы с вами в игре завалим сохранение игры спасибо значит скоро тут сейчас все будет очень плохо а здесь большой зал тут будут маги тут будут детеныши драконов да и кого тут только не будет короче плохо здесь все очень обнаружена ловушка учитывая что там походу со спины потом да детеныши дракона но они нам не особо нужны так тут есть сундук давайте я его прилетаю что у нас тут лежит большой меч не то чтобы оно надо было записок никак их нету так мак я смотрю они тут драконов разводят так ой 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 все на вин да вы че охренели что лисе навин агриться они на нее и они конечно безумно красиво эти дракоши но ребят очень зря блин они такие звуки издают когда покупают так жалко становится прям грустно так но счета поделать у нас нет выбора так книга новый текст из кодекса морозные горы отлично руна мастера замедления то я бы не сказала что мне это надо ловушка капканы тоже в пенек ладно пошли дальше здесь вроде бы отворотов никаких нет уже до по карте да 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 сейчас давайте обезвредим потом потом на обратном пути завалим от тех дракош которые там остались так ну раз ответвления нету идем сюда тут где-то дальше будет развилка надо будет сходить и туда и туда везде короче стоит надо будет господи она так ходит конечно иногда просто мама не горюй хохохохохохохохохохохонюшки хохохохо что господи там упоролись текстуры так страшно сектант-потрошитель да и по мать ненавижу ненависть ненавижу в этой игре так вин спасибо подлечила меня родная на получи блин да сдохни уже ох я теперь и промахиваюсь да да давай уже снимайся слава бога сдохнет он не смешно скотина такое от получила ваня наня 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 сдохни скот урод такой блин сволочь чё стоим чё стоим кого ждем ребята ох господи охренеть вообще какой-то такой сломанный бой бой и не знаю вообще что это было так ладно отлично ага и тут мы с вами можем пойти вон туда можем выйти вот сюда а в какую сторону нам надо а я не знаю давайте пойдем направо там по моему все равно нам придется потом по этой же карте возвращаться обратно так что сходим давайте направо сначала и день честно не знаю куда нам нужно ну как не знаю я не помню куда нам нужно она не сюда нет не сюда так что мы хорошо зашли с вами до 3 дракона небольших причем кстати маловастенькие вин ну-ка давай на него мог ледяной хваткой а ты кидай дорогая моя морозную бомбу отлично первой все ах сволочь они оба на меня агриться так же так кодекс обновлены так клёво конечно да это очень клево причем они оба агрессивно у меня еще и выше не новый гляньте а чё происходит а новый уровень прикольно вин а вот давай на него ледяную хватку пожалуйста вот так я буду же просто мы с вами большие молодцы ребята овечки а это козел господи сказала овечки и хребли боже мой как это тупо так ладно чешуя дракона ага доспехи из драконий чешуи отлично ребятам мы с вами потом сходим в данный рим и закажем себе у данный римского кузнеца доспехи из этой чешуи каменная статуэтка воина но это по моему подарок алистера вроде бы хрен с ним слушайте мы можем козла выпустить наверное нет так ну-ка посмотрим что тут у нас да мастер вейт из торгового квартала данный рима может изготовить великолепные доспехи если ты дашь ему достаточное количество драконий чешуи он явно не прочь поработать для мы туда обязательно заглянем сразу же после выполнения вот этого вот задания хорошо мы с вами зашли удачно свернули новый уровень так чтобы нам с вами повысить ну давайте два очка в силу остальное в хитрость и нормально так чтобы прокачать здесь ну дуэлянт не то чтобы мне надо было это все так что это у нас такое каратель персонаж наносит цели три удара 1 2 наносит обычный урон трассе классические нет это не нужно так ускользание вот вот эту штуку хочу вот эту прокачаю до разбойник получает почти сверхъестественную способность предчувствовать опасность и избегать ее это умение дает шанс в одном случае из пяти избежать избежать физической атаки в том числе оглушение и избивание с ног вот давайте отлично полезная штучка потом будем уже я думаю прокачивать с господи ветку с оружиями в обеих руках вот господи как я долго формулировала эту мысль кашваржи торможу очень сильно хотя казалось бы сейчас мне 4 утра как ни странно но не суть ладно так нам сюда ведь да и чё вы тормоза кошмар просто кошмар какие вы тормоза так о ой 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 или не ой 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 я не знаю ой 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 или нет без понятия так вау вы откуда вылезли вообще такие вообще из ниоткуда просто так опять развилка ну и куда нам на хрен его знает ну давайте сейчас давайте сейчас сходим вот сюда я я не знаю какой то лабиринт вообще непонятный мы движемся вверх да думаю эти пещеры ведут на поверхность а так это я типа не в ту сторону что ли иду да точно это зал в котором у нас сейчас будет что то интересное вроде бы или нет ой ладно давайте сходим я я не знаю я не я не помню сохранение игры ну-ка подождите читает за застой чистый 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 читает что это не то куда мне вообще надо перейти так это то братья нитей установил ля 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 так что ничего такого нет слушайся я не знаю тут было сохранение игры давайте вернемся и сходим в ту в тот в тот ворот что у меня странное ощущение что вот в этом зале мы пойдем дальше по сюжету давайте мы свернем так вот сюда полутать мы сходим вот сюда или это или вот это выход наружу господи блин как же непонятно куда переть то а походу таки вот это вот выход наружу ой блин вообще непонятно ой ладно давайте вернемся в тот зал блин я короче не знаю тут одно из мест это тупик а второе это продвижение по сюжету я вечно забываю где что ладно давайте пойдем в тот большой зал господи ну извините меня за мои семь пятниц на неделе но мы просто лишний раз прогуляемся по пещерам полюбуемся видами сталагмитами сталактитами всякими красотами и т.д. и т.п. тут он какие-то сектанты очередные это какая-то ловушка что это ловушка ох ты икона мать слушайте ребята подождите я схожу вот надо вот это вот вот это вот надо вот завалить ух ты вы сволочь такие китай так все кидай так теперь вот эту кидай а ну в принципе можно и не кидать можно было уже и не кидать всех завалили это сектант надзиратель да у меня целый дракон что ли да вы что ооо вин япона мать она сейчас сдохнет так ой 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 как это я вообще про нее забыла так все дракон готов детеныш так стопэ вин сейчас сожри ей еще одну целебную припарку будет ласка пипец какого хрена пёс стоял на месте скажите мне что это вообще черт возьми было мне вот прям очень интересно так от SEER вообще ничего сейчас завалим все значит все таки я и пошла правильно чешуя дракона еще одну так ловушка одна ловушка вторая так здесь у нас сектант малоцелебная припарка спасибо а еще один дракон так сектант надзиратель ткач заклинаний требование боевой маг что прикольно а ну-ка слушай вин вин а вен кстати можешь вот эту штуку носить урон 10 50 плюс 5 к магии плюс 1 плюс 3 урон от электричества излучает холод вообще прикольно вау она может вот этой штукой кастовать заклинания давайте проверим на всякий пожарными примут интересно что это за меч такое как он будет работать потому что я и честно такой не встречала раньше так тут у нас походу ничего не будет какие-то горячие ванны хихих и сужу господи как это тупо или все или все таки сейчас мне придется опять возвращаться идти в тот зал о господи это будет так тупо если мне придется возвращаться нет похоже все таки нет норм все норм так он на меня ровно положил и варенье кстати они там по моему проходов нет так кислоты у вас стерва так ну и новый уровень отлично а что это за заклинание метка смерти ой господи так вин тебя надо прокачать ну естественно силу воли нет силу воли зачем давайте все два очка в магию одно в телосложении так и и и и и и и и аура силы не давать тебя ауру очищения прокачаем до духовного целителя до конца так что тут у нас книга давайте новый текст из кодекса первый мор часть 3 хорошо драконе яйцо однако пожиратели жизни требования мак крови о господи новый текст из кодекса источитель жизни слава богу у меня магов крови в отряде нету я таких специально не делала себе так похоже это все да я не зря я сюда пошла на самом деле не зря чешуя дракона блин так и не посмотрела винты можешь заклинание накладывать или нет ладно сейчас давайте сделаем так она второе ей снова поставим дыхание зимы но пусть она пока что побегает вот с этим мечом если чё переключимся вот мне просто интересно реально как она будет вести себя с этим мечом то я в полубой опять не посмотрела ну хорошо хорошо зашли так неплохо то есть у меня по моему уже сейчас 4 драконьих чешуи должно быть да вроде бы да надо будет себе нагрудник сделать я очень надеюсь этот нагрудник по статам будет лучше чем те доспехи которые я ношу сейчас хотя я почти уверена что он будет выглядеть точно таким же вот собственно бронелифчиком как и вот это вот нечто что я ношу сейчас так по моему теперь я иду правильно ну я по крайней мере на это очень надеюсь но так то да ой господи куда куда вообще не смотрю не смотрю куда иду дыра в стене фу блин в стене в потолке ой ну вы поняли так стоп стоп так получи помордаса не 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 все сдохла так стоп ловушка ведь вот так остался последний эй эй молодцы ребята завалили да точно теперь мы идем правильно я помню вот этот зал с двумя ловушками господи почему эти бабы маги так лежат всегда когда помирают что вообще за ужас такой конечно необычно кстати на этом месте всегда заканчивалась заканчивалось место в инвентаре вот ну по счастью в этот раз как скажешь место побольше это хорошо я считаю так сундук как я могла его пропустить не знаю конечно клепанный кожаный шлем на самом деле ничего полезного так и нету вообще тут если так посмотрите две трети лута который который попадается нам в игре абсолютно бесполезен и существует только для того чтобы мы могли его продать вот честно больше ни зачем не нужен это так тупо так это кто у нас вообще колгрим ты наверное главный над этими сектантами так скорее всего так оно и есть ой как сцена отлично я пока чайку попью кто ты а ты кто такой чтобы я называл тебе свое имя тобою осквернен наш храм пролита кровь верных и погублена наша молодежь довольна говори злодейка ради чего все это содеяно зачем ты явилась сюда зачем надо назови свое имя и я скажу что мне нужно я отец колгрим отец колгрим последователи андрасте убей нас и встретишься с андрасте она учуять на тебе кровь и конечно не будет ужасен фанатики долбаная молодежь ты о драконах что ли неужели андрасте дракон много больше чем дракон то есть чем превосходит она всех древних богов вместе взятых пророчица андрасте превозможила саму шердь и вернулась к верным ей в более прекрасном облике чем ты можешь себе представить ну реально психи теперь даже ты винтерской империи не под силу уничтожить ее на что же ты рассчитываешь а что же случилось с прахом тогда он до сих пор здесь но зачем нам пепел когда мы слушаем андрасте возродившийся во всей своей славе походу это не о драконе который на горе сидит ты с таким пренебрежением говоришь об этом прахе но ведь это всего лишь останки смертной женщины в таком случае ты можешь без колебаний отдать его мне как тебе нужен прах возможно есть способ искупить твою вину ну честно я бы его убила они вот эти фанатики ненормальные я бы прибила их а мне не нужно ничего искуплять и снова мы видим гордыню поразившую человечество ту самую гордыню которая убила смертную андрасте если не покаешься умрешь это кто еще умрет братья андрасте дарует нам ой он даже даже это самое даже сам согрелся отлично так стопе два мага два сектанта и колгрим на самом деле колгрим довольно душный противник но я первым делом пойду убивать сектанта так алистер ты бьешь колгрима вин ты убиваешь потрошителей песик ты бьешь второго мага все ребятушки погнали нанесем удар не мешкая скотобары пока вздохнем блин я теперь из этой грёбаной руны буду промахиваться так отлично путешествовать с тобой от так вин ну-ка а слушайте прикольно то есть она без даже без посоха может кастовать заклинания слушайте это круто давайте такая пусть она так и ходит с этим мечом а мы потом поставим ей какие-нибудь руны клёвые на него и пусть она с ним ходит вообще же офигенно отлично сколько кислотная смазка но не так что то вам не нужно было так колгрим с него мы снимаем рок колгрима этот рок украшенный видоизмененным символом церкви принадлежит отцу колгрима из убежища когда он желал объединиться с драконицей в котором видел самого возрожденного андраста отрубил в роксу горные вершины протрубите в этот рокс вершины горы возвышающийся над деревне убежище чтобы призвать дракона мы обязательно это сделаем и собственно этого дракона с вами призовем это будет очень круто мы попробуем его завалить потому что по моему с этого дракона выпадет нефиговое количество офигенных всяких крутых плюшек так ну 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 наверное это все будет уже в следующей серии сейчас мы давайте почитаем что мы по кодексу нашли в этот раз нашли мы немало записок дракона так это мы так это мы с вами читали вроде бы ой ну давайте я заново прочитаю господи почему бы и нет драгонлинги вылупившиеся из яйца драконы величиной чуть меньше оленя и необыкновенно прожорливы недолгое время они обитают в гнезде матери а потом переходят к самостоятельной жизни выводки этих хрупких бескрылых созданий бывают многочисленными поскольку лишь немногие доживают до взрослого состояния драконы самцы никогда не вырастают в крылатых чудовищ знакомых нам по легендам обычно у них на передних лапах вырастают рудиментарные отростки на том месте где должна быть перепонка достигнув полной зрелости самцы немедленно отправляются на поиски взрослых самок найдя подходящее гнездо самец переселяется туда и остается с самкой на всю жизнь он охотится для самки и защищает ее детенышей драконы яростно защищают свои гнезда многие претенденты на название охотников за драконами были погублены их огненным дыханием и сокрушительными ударами хвоста самки драконов созревают куда дольше чем самцы в юности они тоже переживают своеобразные метаморфозы но если самцы утрачивают возможность использовать передние лапы то у самок вырастает третья пара конечностей которая и развивается в крылья молодые самки совершать дальние перелеты в поисках подходящего места для гнезда из-за таких кочевых привычек обитатели земли чаще всего видят в небе именно молодых самок драконов вот такие вот дела дальше источитель жизни никто не знает откуда взялся этот амулет известно только легенда задолго до того как золотой город стал черным жил в империи ты винтер при дворе архонта старый слабый маг должность среди магов двора он занимал самую низкую должность фонарщика его делом было зажигать все тысячи свечей и задувать их когда архонт удалялся ко сну все самые влиятельные магистры считали его ничтожеством но он только ждал своего часа как-то раз когда все магистры империи собрались в парадном зале архонтов фонарщик нанес свой удар он запустил в зал мощный огненный смерч надеюсь убить всех собравшихся и захватить власть двор состоял из самых могучих магов империи и они тотчас попытались уничтожить новоявленного узурпатора но к своему величайшему удивлению обнаружили что старик превосходит их магической силой каждое их заклинание отражалось и магистры гибли один с другим пока не остались в зале только архонт и фонарщик сошедшиеся в поединке магии и воли архонт заметил что с каждым заклинанием фонарщик как бы малость усыхает и съеживается и он стал обрушивать на врага одно заклинание за другим пока от дворца не остались только груды щебня от двора только трупы а от фонарщика золотой амулет его архонт сохранил в память о том что предательство может прийти даже с самой казалось бы безобидной стороны вот такие вот дела дальше культура и история морозные горы давным давно и горы имели сердце когда мир был юн у корта отца гор был трон на вершине на вершине бели наса горы посередине посередине мира с которой были видны все уголки земли и неба и увидел корт что из-за любви сильные мужчины слабеют храбрые становятся трусами а мудрые глупеют и замыслил корт сделать так чтобы его собственное сердце никогда не предало его и он извлек сердце из груди и спрятал там где ни одна живая душа не осмелится искать его он положил сердце в золотой бочонок закрыл его закопал в землю а вокруг поднял самые суровые горы в мире морозные горы которые должны были охранять его драгоценный клад но без сердца отец гор сделался жестоким его грудь наполнилась колючими горными ветрами завывавшими и хохочущими подобно потерянной душе еда отныне казалась корту невкусной музыка утратила сладость а доблестные подвиги не приносили радости он насылал на людские племена лавины и землетрясения желая сделать их жизнь сплошной мукой и тогда против него сообща поднялись боги и люди они стали называть корта заслуживающим смерти тираном однако без сердца убить его было невозможно прошло немного времени и среди людей богов совсем не осталось героев которые осмелились бы бросить корту вызов хозяйка небес послала лучших своих детей самых проворных самых быстрых и самых сильных крылатых созданий искать в горах спрятанное сердце корта и длились эти поиски один год и один день но воробей и ворон гриф и орел стриша и альбатрос вернулись к хозяйке ни с чем и тогда подала голос белая куропатка предложив отыскать сердце верховного бога прочие птицы рассмеялись ведь куропатка крошечная пташка слишком робкая чтобы парить в небе и пол жизни проводящая прыгая по земле в поисках червячков хозяйка не хотела давать птичке своего благословения ибо горы оказались слишком суровы даже для орлов но куропатка все равно отправилась в путь и забралась пташка далеко в морозные горы когда она выбивалась из силы не могла лететь то полозла по земле обняв землю она выдерживала самые ужасные горные ветра и продолжала свой одинокий путь к долине в которой билось сердце корта и в конце концов добралась до него корт совершил немало злодеяния потому сердце его было слишком тяжелым чтобы его могла чтобы его могла поднять маленькая птичка и тогда куропатка понемножку покатила его по земле выкатила из долины и пустила вниз по склону горы и ударился золотой бочонок озим и разлетелся на куски сердце и само едва не лопнуло и причиненная им боль была столь сильна что бог гор поспешил посмотреть что же случилось когда корт подошел к своему сердцу оно само вскочило ему в грудь и стал он прежним и тогда как он зимодых сковал грудь корта тремя железными и тремя ледяными обручами чтобы сердце его больше никогда не смогла вырваться из груди а остальные боги повоздали белой куропатки почести которым позавидовали даже самые горделивые из орлов белая куропатка авварская сказка интересно однако так книги и песни святая жаровня жаровня что стоит наверху лестницы в главном зале нашего храма всегда была для нас загадкой именно в этой жаровне были созданы существа которых мы зовем пепельными духами в этой же в этой жаровне приносили себя в жертву последователи андраста становясь вечными стражами и и храма собрав по крупицам сведения из старых книг из летописи из противоречивых преданий я смог понять что за ритуал проводился при создании духов жаровня была зажжена от священной свечи пламя который пришло от негасимого огня в котором сгорела сама андраста избранный послушник несколько недель постился и молился не употребляя внутрь ничего кроме воды когда он наконец был готов он брал в рот безупречную черную жемчужину и ступал в огонь в древнем ты винтере черные жемчужины наделялись магическими свойствами считалось что жемчужина способна не дать душе пройти через завесу если держать ее во рту в момент смерти таким образом послушники андраста отдавали себя вечному пламени они становились прахом и возрождались в виде духов чтобы защищать возлюбленную создателя нашего из дневника отца колгрима то бишь вот эти все при вот эти все призраки пепельные это получается были люди когда-то господи вот это психи вот так добровольно такой идти причем по сути ни за что первый мор часть третье поскольку я не считала первые две части вы давайте сейчас прокручу прочитайте их на паузе чтобы если кому интересно освежить немножко это все дело у себя в памяти ну а я прочитаю часть 3 мир времен первого мора был не похож на мир который мы знаем сегодня если не считать империю где царила цивилизация люди в основной массе были дикие жили разрозненно разбивались на кланы и племена и воевали друг с другом за ресурсы в то же время глубоко в толще горных хребтов тедоса переживала свой расцвет гномья культура столь же организованная и развитая сколь примитивной была людская культура когда порождение тьмы выбрались на поверхности своих подземных укрытий люди сначала пришли в смятение но потом начали сопротивляться армии тэвинтеры всеми силами пытались держать орды темных тварей и не дать скверни расползтись по земле но они не могли успеть сразу повсюду в человеческую историю первый мор вошел как период невообразимого опустошения и это действительно так но в нашем себе любимый часто забываем о том что пережили гномов своих отрезанных от мира горных королевствах орды противостоявшие гномам намного превосходили те что выступали против людей поскольку порождение тьмы хотели захватить весь подземный мир несмотря на мощь и технологическое превосходство гномов беспощадные порождения тьмы держали вверх сначала уничтожив удаленные теги а потом поглотив целое государство вы только вдумайтесь за несколько десятилетий погибла целая цивилизация по сравнению с теми ужасами что испытали гномы наш наземный первый мор предстает мелкой стычкой и во всех последующих морах главный удар принимали на себя гномы чьи потери превосходили человеческие в конце концов в конце концов четыре гноми их королевства смогли объединить усилия и нанести ответный удар это их и спасло оставшиеся же гноми и земли были обречены порождение тьмы заняли глубинные тропы грандиозный подземный лабиринт связывавший между собой земли гномов по всему тэдесу и теперь через через эти тоннели порождение тьмы легко могли в любом месте выбраться на поверхность и атаковать человечество было просто не готова к такому нашествию стало ясно что существующие методы ведения войны ему не помогут нужно было что-то новое и тогда появились наши спасители серые стражи вот такие вот дела и на этом пока что все увидимся с вами следующей серии всем спасибо большое за просмотр и всем пока